Замечательный десерт из венских вафель можно подать не только на завтрак, но и в полдник, для небольшого круга друзей в праздники. Главное, пропитать вафли перед сборкой торта сиропом или джемом. Яркий и вкусный торт из венских вафель готовится очень просто при наличии миксера и вафельницы. Вам даже не нужно включать духовку. Торт понравится всем без исключения, ну а ваша задача, украсить его по своему вкусу и подать к столу с горячими напитками. Яйцо куриное, три штуки. Мука пшеничная, 100 грамм. Масло растительное, 60 миллилитров. Соль 2-3 щепоток. Сахар, 200 грамм, 100 грамм, в крем, 100 грамм, в тесто. Разрыхлитель, 0,25 чайных ложки. Сметана 500 миллилитров, любой жирности. Загуститель для сливок, 1 штука, пакетик. Кумкват 5 штук, для украшения. Мята свежая, 2-3 штук. Стебли, для украшения. Цедра лимона, 0,5 чайных ложки. Количество порций, 4-6. Подготовьте указанные ингредиенты. Куриные яйца вбейте в глубокую емкость или в чашу блендера. Всыпьте туда же сахарный песок и соль. Взбейте все примерно 3-5 минут до увеличения и побеления массы. Влейте качественное растительное масло без запаха и вмешайте его в яичную массу. Всыпьте просеянную пшеничную муку и с помощью силиконовой лопатки вмешайте ее в тесто вместе с разрыхлителем. Тщательно прогрейте вафельницу, смазав ее панели растительным маслом. Выложите 1,5 ст, л, тесто на панели. Закройте вафельницу и спеките десерт примерно 2-3 минуты до румяности. Горячие вафли выложите на тарелку и дайте им полностью остыть. В чашу кухонного комбайна выложите сметану любой жирности, лимонную цедру, всыпьте сахарный песок и загуститель для сливок. Взбейте все примерно 3-5 минут до получения крема. С помощью кулинарного шприца нанесите крем на вафли, аккуратно распределяя его по поверхности выпечки. Если торт сразу же будете подавать к столу, то каждый слой вафель пропитайте сиропом перед выкладкой крема на него. Таким образом соберите весь торт. Украсьте десерт по своему вкусу фруктами и мятой, подайте его к столу с чаем, кофе.